Говорят, что чужой беды не бывает. Сегодня мы можем в этом убедиться. Более ста человек пришли этим утром на Щелковскую станцию переливания крови, прошли процедуру сдачи, и еще несколько десятков человек стоят на улице и внутри здания в ожидании своей очереди. Самые первые, желающие сдать кровь, пришли к зданию Щелковского подразделения областного центра крови на улице Новая Фабрика, уже к открытию. В коридорах учреждения и на улице выстроилась большая очередь. Многие пришли на донацию впервые. Некоторые пришли целыми семьями вместе с детьми. Сегодня очень много тех доноров, которые пришли первый раз поделиться своей кровью. То есть только человек может помочь человеку. Мы пришли всей семьей, живем здесь в Щелково, оказать свою помощь. Как говорится, чем можем, тем поможем. Если чем-то можно помочь, почему бы и нет? Особенно, как говорят, у вас редкая группа крови, которая подходит всем. Почему бы и нет? Чем можем, тем помогаем. Сегодня наш молодой докладитель решили сдать кровь, чтобы помочь пострадавшим этих терактов в группу в Ситихоле. Мы никогда не остались в стороне и всегда должны помогать. Мы всегда помогаем в трудных ситуациях, по возможности. А так с пяти утра уже были готовы, когда узнали эту информацию. Вот так лук влязина. Процедура сдачи крови в этот день ничем не отличалась от обычной, хотя такое количество доноров одновременно на станции бывает редко. Люди заходили, надевали бахилы и медицинскую маску. В регистратуре заполняли анкету донора. В лаборатории им определяли гемоглобин и группу крови. Затем они беседовали с врачом-трансфузиологом. И после этого, если нет никакого медотвода, тогда донор идет, идет сладкий чай с печеньем. И после так называемого завтрака донора, он уже идет в операционную. Процедура самой сдачи крови – это 5-7 минут. У нас кровь сдается безвозмездно. Но в кассе он получает компенсацию за питание, которое ему не могут предоставить после кровоотдачи. Это составляет 5% от прожечного минимума в региозе. Администрация городского округа Щелково в этот день организовала около здания центра крови мобильные пункты обогрева для ожидающих своей очереди на донацию на улице. Желающие могли погреться в теплых микроавтобусах, в оперативно развернутых палатках попить горячего чая с печеньем. Мы поставили два термопода на 40 литров, сахар есть, печенюшки есть. Граждане могут подходить и перед кровоотдачей могут попить горячий чай. Станция переливания крови работала в субботу до последнего донора. Только за один этот день 217 доноров из Щелково и соседних городов сдали около 100 литров крови. С понедельника медучреждение работает в обычном режиме. Доноров ждут с 8 до 13 часов с паспортом и с НИЛС. В воскресенье было объявлено в стране днем траура по погибшим в Крокус-Сити-Холле. Отменены все массовые развлекательные мероприятия. Телеканалы, в том числе Щелковское телевидение, изменили сетку вещания. На окрасившихся в черный цвет билбордах горящая свеча и надпись «Скорбим». По всей стране люди образовали стихийные мемориалы в память о погибших, к которым приносили цветы и игрушки. В теракте в том числе погибли дети. В Щелкове такие мемориалы появились на площади у памятника Ленину и на аллее памяти на Пролетарском проспекте. Несмотря на дождливую погоду, людской поток к ним не прекращался. Глава городского округа Щелкова Андрей Булгаков в воскресенье возложил цветы к мемориалу у сгоревшего здания Крокус-Сити-Холла, почти в память погибших в теракте. «Искреннее соболезнования родным и близким погибших. Вся страна в эти дни скорбит вместе с вами», написал глава в своем телеграм-канале. В восемь вечера в Щелкове, как и по всей стране, зажглись свечи в память о жертвах теракта. На набережной Серафима Саровского прошла акция «Свеча памяти», в которой приняли участие сотни людей. Многие пришли с детьми. Среди наших земляков оказался человек, который приехал в тот страшный вечер на концерт группы «Пикник». Юрию повезло, билет был на верхний ярус, куда боевики не добрались. Был позавчера на концерте, был непосредственный участник, свидетелем вот этого всего. Когда уже в зрительный зал зашел, достаточно рано, потому что уже все вокруг изучил и сидел там. И вот после второго звонка, соответственно, все это произошло. Сначала, конечно, непонятно. И даже какие-то мысли у людей были о том, что это часть шоу. Когда люди побежали уже, я понял, что это что-то серьезное. И достал телефон, пытался снять, чтобы хоть как-то нашим органам помочь, если вдруг лица нападающих увидишь или еще что-то. Когда они забежали, начали уже бутылки бросать, людей отстреливали. Поджигали бутылками? Да, они бросили на кресло, залили и начали поджигать. Дым пошел и воспламенилось все это. Ну, тогда решили, что да, наверное, все-таки надо выбегать. Ну, и, соответственно, все-таки проскочили на улицу, выбежали. И единственное, вот такая мысль возникла, лишь бы не было там какой-нибудь второй группы, которые там их прикрытили, еще что-нибудь, чтобы... Дублирующие? Да, дублирующие там, потому что, чтобы нам на улице выбегающих, чтобы не начали отстреливаться. За упокойную литию во время акции свеча памяти совершил настоятель храма Серафима Саровского в Щелкове Иерей Витальевич. Находите возможность заходить на богослужение, чтобы помолиться в том числе и об упокоении наших сограждан, безвину убиенных в городе Красногорске. Чем молимся? О упокоении душу солнца, храму Божия! Для многих наших сограждан трагедия, которая произошла в пятницу 22 марта, стала сродни личному горю. Люди несли на набережную цветы и игрушки до самой ночи. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Сергей Максимов, Катерина Куцева, Щелковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok